АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Владимир Владимирович, я благодарен Вам за то, что все время, которое я работал и работаю с Вами, всегда чувствую Вашу поддержку. АПЛОДИСМЕНТЫ Особые слова искренней признательности я хотел сказать моим доверенным линцам, волонтерам, всем, кто принимал в избрание меня, самое активное и непосредственное участие. Спасибо Вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы вместе с Вами организовали честные, открытые и конкурентные выборы. Эта выборная кампания была непростой. Тем не менее, мы не ослабевали свою работу по поддержанию всего городского хозяйства в надлежащем состоянии и по программам развития нашего города. Тем не менее, мы должны с Вами сделать совершенно очевидные выводы о том, что далеко не все москвичи удовлетворены работой городской власти. Что нам и есть над чем работать, что нам надо усиливать свои решения, работать более эффективно и более динамично. И должен Вам сказать, что мы, не теряя времени, приступили к этой работе. Буквально позавчера на заседании правительства Москвы мы приняли не как проекты, а как уже решения о семи главных направлениях развития Москвы. Подкрепили эти проекты конкретным бюджетным финансированием и программой строительства на ближайшие годы в городе Москве. Какие это приоритеты? Мне кажется, они очевидны. Это решение транспортных проблем. Строительство метрополитена, дорог, пригородных электричек, наземного городского транспорта. Все, что необходимо для решения одной из главнейших транспортных проблем города Москвы. Безусловно, это забота о здоровье москвичей. Это и профилактика, и развитие массового спорта, и, конечно, современное здравоохранение. Это развитие школьного и дошкольного образования, обеспечение нашего подрастающего поколения местами в детских дошкольных учреждениях, оснащение самым современным оборудованием наших школ. Безусловно, мы никогда не должны забывать о наших ветеранах, о тех, кто сегодня, отдав всю свою силу и энергию государства, находится на пенсии, на заслуженном отдыхе. Мы должны все сделать для того, чтобы люди, которые не могут о себе позаботиться, постоянно чувствовали заботу города, правительства Москвы и меня лично. Мы, не всякого сомнения, должны создавать системы, управления такие, чтобы каждый житель Москвы мог принимать участие в подготовке, принятии решений и контроле за всем, что происходит в Москве. Мы вместе с нашими коллегами из правоохранительных органов должны работать над тем, чтобы наш город был безопаснее. Чтобы меньше было преступлений, незаконной миграции. И, конечно, мы будем продолжать работу потому, чтобы наш город был более комфортным, более удобным для жизни, занимаясь благоустройством жилья, созданием новых скверов, парков, пешеходных улиц, делая наш город более открытым и добрым. Конечно, для всего этого, для решения этих задач нам требуется совместная работа и с федеральными органами власти, и с Московской городской думой, и с органами местного самоуправления, и с партиями, и общественными организациями, и те, кто поддерживает нас, и с теми, у которых иное мнение, иной взгляд на развитие нашего города. Мы должны, обязаны учитывать эти настроения и мнения. И, не всякого сомнения, мы эти планы должны реализовать с москвичами. Это замечательные труженики, образованные, творческие люди. И только вместе, совместными усилиями, мы выполним свои планы, и дальше наш город будет развиваться. На благо наши усилия, направленные на благо развития Москвы, на благо развития столицы нашей великой России. Аплодисменты.